Впервые Россия станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Вот-вот профессионалы выйдут на поле, чтобы побороться за трофей FIFA. Тем временем в городском округе Мытища, похоже, им растет достойная смена. Год от года соревнования по мини-футболу, задуманные Андреем Налогиным десятилетия назад как любительские, становятся все более захватывающими. Юбилейный 25-й турнир Кубок Дружбы не стал исключением. До последнего игроки держали болельщиков в напряжении. Практически каждый матч был непредсказуемым. Очень профессионально. И вот командам неподготовленным, которые приходят, вот первый раз пришла команда «Эсмайл», и они были просто шокированы уровнем игры, потому что это уровень игры, который соответствует, ну, в общем-то, мастерам. И я думаю, что, скорее всего, на следующий Кубок Дружбы надо что-то делать, наверное, все же фильтровать. В турнире Кубок Дружбы принимают участие как дети, так и взрослые. В этом году соревновались 16 команд. Итак, кто из них оказался в числе победителей? Самыми маленькими победителями турнира стали ученики школы номер 28. Среди подростков лучшими оказались воспитанники Андрея Налогина, ученики Мытищинской школы музыкального воспитания. Они играли фактически без тренерской поддержки, ведь их наставник был занят судейством. Но с трудностями ребята справились, причем на отлично. Взрослые игроки также отчаянно боролись за первый приз. В этом году его забрала команда Ква-Ква-Парк. А теперь, внимание, главная интрига. Супер Кубок оказался в руках команды Дружба. В ее рядах играют выпускники Мытищинской школы музыкального воспитания и мытищинцы. В 16 лет, как Кубок Дружбы проводится, это 25-й, я посмотрел на детей, которым 8 лет, и посмотрел на детей, я их тоже детьми считаю, которым 25 и 30 лет, которые начинали в 15 лет играть на Кубок Дружбы, я понял, что это остановить нельзя. Победителей поздравляли на вечеринке, которую по традиции устроили на площадке одного из мытищинских торговых центров. С помощью спонсоров организаторы турнира Кубок Дружбы также смогли подготовить достойные награды для виновников торжества. Грамоты, медали, эксклюзивные кубки, сувенирные кружки и другие подарки. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». Субтитры создавал DimaTorzok